Утро сегодня было чумовое. Сейчас в ролике вы увидите неадекватов, ну просто на всю голову больных людей, казалось бы. На самом деле эти люди не больные, просто эти люди очень-очень хитрые. Небольшое предисловие, снимать к сожалению начал не сразу, но вы все поймете. На участке есть проблемные квартиры с проблемными жильцами, которые всегда, вечно всем чем-то недовольны. Т.д. и т.п. Конкретно эти жильцы, они всю жизнь, все время жили в Москве, имели в наличии вот эту квартиру, в которую мы пойдем. И вот полтора года они назад приехали и просто заваливают нас своими жалобами. Не только нас, но нужно соблюсти определенную процедуру. То есть первая заявка должна подаваться в управляющую компанию. Если управляющая компания ничего не делает, следующие шаги там уже жилищная инспекция, т.д. и т.п. Так вот сейчас в видео вы увидите, что мы вышли, вернее вышла жилищная инспекция, но она не имеет права выходить без представителя компании. Естественно я как мастер присутствовал. Что было необходимо сделать? Значит поступила заявка на плохое давление воды. Обычно я отправляю слесаря, почистив ФГО и еще что-то. Ну разобрался с этой причиной. Но когда я увидел в заявке номер этой квартиры и дома, я понял, что слесарь там не справится, что надо идти мне. Он не справится в том плане, что с тем грузом... Короче слесарь там психанет. А эти люди часто записывают т.д. и т.п. Поэтому необходимо было мое личное присутствие. В общем месяца два назад была заявка про давление. Что я сделал? Я пришел, сразу же обратил внимание, что трубы по квартире выполнены, все сделано гибкой подводкой. Вы даже сейчас удивитесь, смеситель, который вмонтирован, ну трубы в стене, это все точно так же внутри стены идет гибкая подводка. А сечение трубы на квартиру, оно обычно идет, ну утрируя так возьмем, там 9 мм в сантиметр. Сечение гибкой подводки 2 мм. Девятый этаж. Знаешь, что мною было сделано? Перед этим я зашел на восьмой этаж в квартиру, созвонился, все контакты и управляйки у нас есть, договорился. Заблаговременно, минут за 20 до того, как договорился с квартирой выше. Знал, что она не проблемная. Придя на восьмой этаж в квартиру, опросив людей, просто поинтересовавшись, что у них с давлением, сказали, Дим, вообще никаких проблем, спасибо, все хорошо, все замечательно. То есть кран открывают и носик крана чуть ли не поднимается, все шикарно, ни проблем ни с горящей, ни с чем нет. Хорошо. Иду, значит, блин, извините, звонят. Алло. Давай, не вопрос. Давай. Завтра все порешаем. Давай. Сейчас не могу. Завтра в десять, давай, давай. Извините. И вот какая ситуация. То есть вся разводка труб по квартире, вот вертикальные это стояки, горизонтальные трубы, это ответственность хозяина квартиры. Все эти трубы выполнены из гибкой подводки. Кто не знает, гибкая подводка, это вот тот шланг, который идет на унитаз, такой серебряный. Либо, знаете, от смесителей. Многие подсоединяют ими водонагреватели. Я говорю, что случилось-то? Вот не бежит. Квартиры там уникальные такие, то есть два стояка идет, там разводка идет, кухня и туалет, а у них проблемы в ванной. В ванной, соответственно, все из этой гибкой подводки, все вот этими шлангами трехметровыми накручено, все валяется под ванной. Обратил внимание, что они также уходят, замурованы в стену, то есть я понимаю, что они идут на смеситель. И что происходит? Вот, открыв рядом точку разбора раковину, давление хорошее, а со смесителя в ванной не идет. Я снял смеситель, снял смеситель и открыл краны. То есть с труб, вот с этих, из стены, куда крепится смеситель, вообще ничего не идет. Вот, и что получается? Я ему говорю, вы видите, какая колоссальная разница в давлении? На что он сказал, так вы мне прибором замерите. И вот смысл сегодняшнего выхода был, я взял прибор для того, чтобы разобрать в первой точке разбора, то есть где вентиль идет со стояка, и замерить давление там. Да, повторюсь, я выкрутил ФГО, фильтр от вентиля, подставил банку под эту ванну, открыл, там давление, мама не горюй. То есть вся проблема заключается вот в этих трубах по квартире, конкретно в гибкой подводке, так никто не делает. В общем, сегодня пришли делать замеры, вот они, когда увидели меня, но они знают, что я мастер, то есть они отказались пускать у человека, да. Но они сами себе навлекают на себя вот эти геморрой и беду, а фишка в том, что цели ихние, они хотят просто, чтобы им поменяли все трубы вот эти бесплатно, то есть полностью сделали ремонт. Люди неадекватны, и это один из случаев, за эти полтора года было шесть случаев, они писали заявление в милицию на слесаря, однажды им заменили вентиль на батарею, это собственность управляющей компании. Мы поменяли и поставили им новый, ни для кого не секрет, что слесаря, они, ну вот поставили новый, да, а старый забирают себе, ну и сдают в оконцовке там, в цвет мет, там латунь, т.д. и т.п. Так вот, они написали заявление, что их обокрали, что слесарь украл у них вот это. Это не их ответственность, это не их собственность, они его не покупали, все это устанавливала в свое время управляющая компания, и он вышел из строя, мы его демонтировали, забрали себе, а на это место поставили новый, такой же хороший, качественный вентиль, и вот написали заявление. И таких неадекватов, вот реально говорю, их немного, но их полно, они создают проблемы. Они пишут в ГАЖИ, и когда ГАЖИ выходят, они зачастую проходят весь дом, и сейчас сложившись ситуации в стране, то, что нужно пополнять бюджет, штрафы раскидывают направо и налево. Из-за таких ублюдков страдает весь дом, потому что со счета снимают деньги, штрафуют, да, а потом, когда доходит дело, чтобы сделать что-то хорошее, там кровлю, еще что-то, а денег нет. Вот, понимаете, это из-за таких паразитов, вот из-за таких паразитов, которые паразитируют, пытаются, они не говорят адекватно, их доводы не вписываются ни в какую логику, они просто стоят и в лицо просто врут, это такие люди. Я не могу назвать его мужчиной, это вот реально, вот, я не могу, не имею права снимать их лица, но это не мужчина, это вот мужик, знаете, вот мужик, который вот под своей бабой, блин. Сейчас вот смотрите, с чем приходится нам сталкиваться. И небольшая ремарочка. На данный момент в городе Архангельске идут гидравлические испытания. Тепловики испытывают на прочность свои системы. И вода, горячая, во всем городе отсутствует. Повторюсь, так как идут гидравлические испытания. Приятного просмотра. Мне нужно подключиться, мне нужны люди, которые мне все подключат. Девушка, у нас проблемы с горячей водой. Горячая вода есть? Нет. Я могу замерить холодную воду. А нам горячая нужна тоже. Значит, вы мне доступ не даете. Нет, мы вам даем, но вы как собираетесь отражать результаты замера? Для проверки достоверности фактов, то чтобы указывать в обращение по 248-му федеральному закону, вы можете ознакомиться, мне нужно провести достоверность. Я приезжаю, замеряю. Если я не замеряю, я выхожу официально с проверкой в отношении управляющей компании. Если, да, вы мне сейчас не предоставите доступ, я вам так и напишу в ответ. Нет, а... Так, вы, пожалуйста, свое удостоверение нам покажите. Есть ли у вас право? Держи, карман выбери. Так, удостоверение-то и есть право? Класс, подождите, у нас в мае 4 раза уже вы задели. Я не могу выйти просто на основании вашего заявления. Мне нужно достоверность фактов. Подождите, мы в заявлении указывали, что когда... Достоверность? Значит, разбор воды в часы пик. Сейчас утро. Люди все на работе. Что вы будете измерять? Вы придите к нам, пожалуйста, в часов 7 вечера. В 7 вечера, когда люди все в доме. Хорошо, давайте так. Пожалуйста. И камеру уберите. Нет, нет, я у тебя... Уберите, пожалуйста. Да ты зачем снимаешь-то? Записывай, да и все. Я, еще раз повторяю, я свое согласие не давала. Это федеральный закон, конституция. Так что будьте, пожалуйста, любезно убрать камеру. Нет, а вы пришли в нашу собственность. Ну, по вашему обращению? Нет, по вашему обращению. Вы пришли. Во-первых, нет горячей воды. Во-вторых, вы пришли в утреннее время, когда люди все на работе, и разбор воды не тормой. Я должна в утреннее время свое рабочее время? Вы опоздали на полчаса. Вы опоздали на полчаса. Я не взяла инструмент, я ждала пока на связи. Ну, так вы договоритесь заранее. Ну, я договорилась. Так, мы хотим тогда, чтобы вы провели замеры после того, как включить горячую воду. Тогда это уже будет в конце июня. Ну, значит... Если он не уедет, значит, уйдете и замерите. Значит, в конце июня будет. Мы когда включим, когда будет включена горячая вода. Хорошо, тогда по... И по времени в 13 часов. Нет, в 13 часов я не смогу замерить, потому что с 8.30 я должна замерить воду. А почему именно в 8.30? В 8.30? У вас рабочее время когда заканчивается? В 8.30 у меня рабочее время начинается, заканчивается в 16.45. По федеральному закону замерить воды с 8 утра. У меня рабочее время в 8.30 в сети. Мы указывали... Каю, уберите, пожалуйста. Сейчас я развернусь и я вам напишу в ответе, чтобы вы мне не предоставили доступ. Мы указывали. Нет, мы вам предоставили доступ. Нет, так не надо врать. Хорошо, замечательно. Скиньте мне тогда просто вашу... Так, девушка, знаете, что... Мы видели... Я на вас сейчас не показываю, просто записываю звук. Нет, неправда. Это мое разрешение. Вы обязаны меня были уведомить и спросить мое разрешение на запись. Это федеральный закон, читайте. А вы должны были спросить разрешение зайти в квартиру. Я не знаю, что с вами. Нет, вы этого не сделали. Вы имеете полное право меня не впустить, я могу выйти. Это ваше право как собственное решение. Нет, так не надо здесь перетряхивать. Я не перетряхиваю, я вам просто объясню. Мы обращались с просьбой замерить температуру горячей воды в период срукции. Температуру горячей воды, у меня нету. я говорился давление горячей воды и холодной воды в ванной замеры мое рабочее время по федеральному закону замеры делается либо рано утром то есть до до 80 я могу замерить либо поздно 8.30 замеры делать утра не подожди не понимаю так вы договорились управляющей компании вы представляете я не имею права вести без управляющей компании без представителей почитайте пожалуйста 248 к нам пришли с рбк в 22 часа вечера без управляющей компании когда вы уже легли спать не простите на меня орать и мы настаиваем чтобы проверка проводилась период разбора воды интенсивного я не смогу 12 часов дня почитайте пожалуйста триста пятьдесят четвертое постановление переделать я к вам хорошо мы почитаем и спросим разъяснение у прокуратуры спросите обязательно обязательно вам обычная вот вам копия акта очень хорошо не в конце июня а когда нам удобно будет мы вас ждали полчаса мы должны были ехать северодвен сегодня мы сидим и ждем вас до 9 хотя вы повышаете голос ведете себя очень некорректно как я некорректно я вам пытаюсь объяснить специфику своей работой вот мы правильно не так как вам удобно а как нам обоюдно удобно еще раз удостоверение запиши фамилию я уже не буду ничего подождите а вы подключаетесь как раз я не буду ничего ну хватит я возьму на всех а вы возьмите на все ну хорошо на все все включено и на все и на будущее да когда я иду с проверкой так как я должен снова лицо включать не надо а мы не включаем на другое всего доброго до свидания